Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня у нас в гостях молодой автор Дарья Ефремова. Дарья родилась и выросла в Ульяновске, окончила гимназию номер 33 и по образованию Дарья Ефремова учитель истории и общества знания. Сейчас работает в Ленинском мемориале, является научным сотрудником этого известного в нашем городе музея. Дарья Ефремова стала дипломантом конкурса «Первая роса» в номинации «Проза», но пишет также и стихи. Дарья Ефремова Меня зовут Ефремова Дарья, и я очень рада сегодня быть здесь, в литературной гостиной. Хочу начать сразу со стихотворения, о чувстве, которое все мы с вами испытывали, когда сталкивались с публичными выступлениями. Боязнь сцены. Боязнь сцены забавлять, но чую буду я юристом. С чего-то надо начинать. Для этой передачи я подготовила подборку из стихотворений и нескольких коротких рассказов. Прежде чем начать, хочу обозначить несколько моментов, чтобы познакомиться. Я историк по образованию, работала учителем истории, общества, знания, мировой художественной культуры. Сегодня работаю в одном из самых, наверное, известных мест Ульяновской области. Это Ленинский мемориал. Такая визитная карточка. И параллельно я учусь в магистратуре. И вот это окружение, история, музей, в общем-то во многом и служат источниками для моего вдохновения. Мои стихи можно найти в сборниках Верлибр, Венец поэзии, в журнале Симберлит, даже в журнале Симбирск. Что-то вы сможете найти. В этом году я стала дипломантом конкурса «Первая роса». В номинации «Проза». И, в общем-то, благодаря этому во многом мы с вами встретимся. Начну с легкой темы. «Апельсины вместо путешествий». Сидит дома и чистит апельсины. И пусть кто-то другой изучает леса и равнины, карту неба над головой. Пусть иной составит маршруты и пройдет по китайской стене. Он рассмотрит над сеной салюты, побывает в далекой стране. «Кожура отлетает кусками, аромат наполняет твой дом. Только фрукты, они не Гавайи, ни Париж, ни Сеул, ни Кантон». Следующее стихотворение достаточно такое стереотипное. «Наши заграницы». Что ищут в тех забытых Палестинах на русских щах воспитанный народ? Считается, что где-то на чужбине трава поярче и вкуснее бутерброд. И едут с деньгами, чудесами, сложив в котомку щетки и трусы. Париж к лягушкам, в цюрик за часами, на лицах сделав модные усы. И вот они все из себя, с опломбом, идут по чужедальней стороне. Но что-то их не встречает их особо, не выдают на китель по звезде. Как так? Разочаровывают наших. Не вдохновляются акцентами славян. И сами вроде рожами не краше, и воздух от успешности не пьян. Где так расписанные прелести и шансы? Куда для денег сумки относить? И почему винишка из Прованса им цены не дают спокойно пить? Где льготные условия приезжим? Им что, авось не даст спокойно спать? Зачем все эти сложности? Где брежет без волокиты мягкая кровать? У сложностей всемирная прописка. Когда же мы начнем уж понимать, что счастье может оказаться близко, и дома можно на ноги вставать. Везде есть трудности, не думайте о худшем. И страхи не причинно все бросать. Скорее цель, пусть наша будет лучше, чтобы дома иностранцев принимать. Дальше мы переходим с вами к пейзажным зарисовкам. И, конечно, Волга и наше окружение не могут не служить источниками для вдохновения. За окном. Я вижу, за окном горит фонарь. И бурные воды Волги льются. Светло на улице, шумит листва. И люди все спешат, кричат, смеются. Горит фонарь не гаснет над рекой. Хоть утро уж к полудню переходит. Поет чуть слышно птицы на ветвях. И пароход туристов перевозит. Проста картина, но мила, как свет. Что льется по утрам, будить всех спящих. Маня началом нового утра. На сонных, чуть ворчащих, настоящих. В тумане. В тумане, покрывшем всю землю, До края не видно зари. И сила рожденного дремлет, Светить могут лишь фонари. Закутаюсь старое платье, А небо послужит пальто. И выйду из дома в объятие Тумана на горном плато. Пусть дышат упрямые ели, Скрываясь в тиши облаков. Пусть прячутся в мягкой постели, Забытые в тени лесов. Не страшно ничуть, даже сладко, Под небом в тумане блуждать. Забыть о структуре, порядке, И просто дышать и мечтать. Закутавшись в платье из света, Молочного, тонкого сна, Бреду я за красками лето, А следом ступает весна. О литературе человеке в нем Тоже хотелось бы сказать. Душа поэта. Застынет варки на мгновение, И плечи к свету развернув, На крае тьмы и сновидения, На жизнь по-новому взглянув, Виденье чудное из пепла, А может, из костей простых, Глазами, что давно ослепли, Взирает на сердца живых. Кто знает, там, на грани света, Стоит и льмается, стремясь, Душа уставшего поэта. Смотря на боль, войну и грязь, Он будет рад вернуться к миру. Но кто услышит его зов, Когда в честь нового кумира Звучит соцветие голосов? Сейчас живут другие люди, Которым не важна душа того, Кто все равно прибудет, Даже посмертно, не дыша. Кто будет там, на грани сна, О вечности, читая песни, Взывать с заката до утра К душе свободной и чудесной? Пусть наглухо закрыты двери, Но слышит песни чудный зов Живые люди, птицы, звери И шепчут в ритме звуки слов. Спасет поэт свое наследие И будет ярче всяких снов Через века, через столетия Оркестр сотен голосов. Надо сказать, что вот про это стихотворение Душа поэта Мне его отметила в свое время Лариса Михайловна Безденежных, Которая сказала, что прочитав его, Она сразу вспомнила о своем сыне. Лариса Михайловна сейчас руководит Конкурсом первая роса. Один из самых интересных, наверное, Людей, которых я встречала. Начало человека в детстве. В это время нашими защитниками Становятся наши любимые игрушки. Крокодил. Спускаться по лестницам страшно? Тогда не ходи один. Пусть след за тобой бесстрашный Последует крокодил. Из теплого плюша пошитый Из орки смотрят глаза. Крадучись по каменным плитам Проходит из пыли гроза. Смотри только прямо. Не бойся. Ведь рядом с тобой крокодил. Не важно, что зубы из плюша. В нем больше, чем кажется, сил. Он станет твоим другом верным И к миру проводит сквозь тьму. А ты позабудешь, наверное, Сказать хоть спасибо ему. В каком бы веке мы ни родились, Человек всегда готов поверить в чудо. Особенно, если этот человек – ребенок. Олень. Над леющим костром поднимались последние искры. Их освет делал черты лица пожилого мужчины более резкими, Будто вырезанными из дерева. Он крупным сколотым камнем Ударял по небольшой оловянной заготовке, Придавая металлу форму. Мальчик, сидящий напротив, С интересом наблюдал за старшим, Вытягивая лопоухую голову. Для него это будет первый нож. С тонким лезвием, Грубо сработанным краем, Но его. А на рукоятке можно условно обозначить Хранителя рода. Хранители рода – наши предки. Первый из нас, Когда-то ушедшие на небо И теперь помогающие своим потомкам В час нужды. Рассказывал старик, Не отвлекаясь от занятия. Он слегка тянул слова, Будто подбирая и пробуя на вкус Каждую букву. Огни, появляющиеся каждой ночью, Их след на небе, Их послание нам, Маленьким людям племени. Дедушка, А наш предок, ушедший на небо, Будет защищать и меня, Когда я получу нож? Спросил мальчик. Мужчина отвел рукой Меховой воротник от шеи, Блеснула костная подвеска С символическим изображением оленя. Наши предки мудрее нас, Они не оставят ни тебя, И ни меня до самого конца. И даже Баури, Ведь он такой противный, И задирает меня, Скорчил рожицу ребенок. Дедушка усмехнулся в бороду. И даже Баури. Небесный олень – Покровитель каждого из нас. Он отложил нож в сторону И снял подвеску, Вытягивая руку над затухающим огнем. Его когда-то звали Зинаки, И он был юношей, Пришедшим с гор Севернее Ласточкиной бухты. Он был смелым и отважным, А еще метким и удачливым охотником. Но однажды прогневил богов. В один из ранних желтых дней Зинаки поспорил со старейшиной, Что сумеет добыть голову Редкого злоторогого оленя. Старейшина отговаривала его, Ведь духи завещали не брать у леса Больше требуемого для пропитания. Но юноша не послушался, И, взяв с собой каменное копье, Устремился в лес. Несколько дней ходил Зинаки, Выслеживая злоторогого оленя, Но не везло ему. Следы уводили все дальше от деревни. Зинаки устал, Но гордость не давала вернуться С пустыми руками. Наконец, на исходе нового дня Он заметил мелькнувшие Сквозь деревья золотые рога. Он не спешил, Тихо подкрался к поляне. Олень был неподалеку, И волшебное существо Зинаки даже не почувствовало, Мирно щипала мох. Лишь в последний момент Распахнулись от боли глаза. Зинаки ударил без промаха. Ой, как страшно, дедушка. А что дальше? Он вернулся в деревню? Мальчик с восторгом смотрел На седовласого наставника, Гладя пальцами подвеску. Дед ответил не сразу. Он поднял глаза к небу, Уже расчерченными темными мазками По оранжевым околышам облаков. Зинаки хотела вернуться в деревню И принести тело оленя, Но вмешались духи. Старейшина была права, Не стоило их гнилить. Духи прокляли Зинаки, Запретив ему возвращаться в деревню. Юноша больше не мог покинуть лес, И до конца жизни он стал его домом. С тех пор Зинаки следил, Чтобы люди следовали заветам предков, Не забирали у природы больше, Чем нужно. Надо же! Восторженным шепотом сказал мальчик, Еще сильнее цепляясь в подвеску. А как же он оказался на небе? Старейшине было видение, Что после смерти Зинаки Духи сжалились над ним, И, обратив злоторогим оленям, Отправили на небо. Об этом написано на одной из стен В пещере у общего костра. Я покажу тебе, когда мы вернемся, Засобирался старик. Мальчик передал ему подвеску И помог погасить костер. У большого костра На закате седьмой зимы Собралось все племя. Юный Маки готовился получить Свой первый нож. Выстроившись по сторонам от костра, Его приветствовали соплеменники С подведенными угольной золой глазами. Старейшина В жутковатой меховой накидке Напивала что-то у открытого огня. Маки приблизился к ней, Склонив голову. Высокая, крупная женщина С широкими плечами И начавшими сидеть волосами Вскинула руки над ним С молкой голоса. Лишь потрескивание пламени И собственное, чуть напряженное дыхание. Сегодня, в день седьмой зимы, Ты получил право на свой первый нож. Прими его, но используй разумно, Начала старейшина. А завтра ты отправишься на охоту С другими мужчинами племени. «Хей! Хей!» Вторили повсюду голоса. Маки забрал из рук старейшины свой, Теперь уже свой нож, И прижал к себе. Счастливый миг. А завтра его ждут на настоящей охоте. Как же дождаться? На лес опустились сумерки. Последние рыжие отблески На далеких верхушках деревьев Сменились темными силуэтами. Робкая фигура продвигалась Мимо стволов, оглядываясь. В отступающей темноте Маки чудились хищеньки. Казавшийся таким привычным лес Больше не был дружелюбным. Скорее, выжидающим. Мальчик крепко сжимал в руке Рукоять ножа. Труп по близости не было, Но и следов животных тоже. Наткнуться в темноте на медведя Было страшно. Наконец мальчик увидел дерево С низкими ветвями. Крепко цепляясь, Маки полез наверх. Подъем давался тяжело. Сучьи царапали пальцы. Но оставаться в безвестности Тоже не хотелось. Он слышал о взрослых, Что забравшись на высокое дерево Можно увидеть дым от общего костра, Что горит и днем, и ночью. И таким образом узнать, В какую сторону идти. Правда, он и не рассчитывал Потеряться на первой охоте, Чтобы применять знания на практике. Подъем казался бесконечным, Когда Маки поднялся к верхушке. Но сигнального дыма не было. Только укутанные тьмой деревья. Даже небесные огни закрыли пробегающие облака. Что же мне делать, Подумал мальчик, оглядываясь. Сидеть на верхушке в ожидании дыма? Но костер никогда не гаснет, И если бы племя было рядом, Он бы заметил. Маки начал спускаться, Осторожно прощупывая ветви. Спуск был еще более изматывающим, Чем подъем. Хотелось пить и в тепло. Чтобы вновь усесться у жаркого огня С дедушкой и слушать его истории о духах. До земли оставалось немного, Когда Маки честливо услышала глухое рычание. Волк. В темноте не разглядеть, Но силуэт крупный, Рык пугающий. Маки достала за пояса свой нож, Не торопясь спуститься ниже. Он не понял, в какой момент Волк бросился вперед, Пытаясь добраться до мальчика. От ужаса он разжал пальцы, И нож, мелькнув лезвием, Скрылся на земле. К счастью, допрыгнуть до Маки Волка не получилось. Тогда он выжидательно начал ходить Кругами, рыча в его сторону. Маки со страхом наблюдал За его перемещениями. Главное держаться на Девереве. А лучше и вовсе забраться повыше. Вот только надолго ли его хватит. Он почти целый день ходил в одиночестве. Его мучили голод и жажда, Но главное усталость. И выхода не видно. Маки поднял голову к небу. Облака развеялись, Открывая небесные огоньки. Где-то там наверху Мой предок. Отстраненно подумал мальчик И встрепенулся от этой мысли. Дедушка говорил, Что предки наблюдают за нами. Может быть, и сейчас тоже. Зинаки, Прошептал Маки. Помоги мне, пожалуйста. Он что из сил зажмурил глаза И сжал кулаки, Повторяя свою просьбу. И какой-то свет Промелькнул между деревьев. Маки скорее сначала почувствовал, Чему увидел его. Открыв глаза, Он жадно вгляделся в темноту. Невдалеке среди деревьев Мелькнули желтым Золотые рога. Они чуть светились в темноте. Их заметил не только мальчик. Волк резко замолчал и принюхался. Затем, как будто испугавшись, Рванул прочь. Его силуэт Мгновенно поглотила темнота. «Зинаки», Позвал Маки-хранителя. Но сучение исчезло. «Зинаки», Снова позвал мальчик. Миг, И тени снова сгустились. Или не совсем. Маки Раздалось откуда-то слева. И вдалеке Показались огни. Несколько оранжевых точек, Быстро приближающихся к дереву. «Я здесь», Ответил мальчик. Звуки шагов приближались. За деревьями Уже угадывали знакомые силуэты Хранитель привел к нему родных. Особенность работы в музее – Это всегда возможность Познакомиться с новыми интересными людьми. Некоторые истории людей, Которые приходят к нам, Ложатся в основу произведения. Вот стихотворение «Блокадная история» Как раз основано на рассказе Валентины Николаевны Мельниковой, Пережившей блокаду. Под небом жестокой, Холодной до дрожи зимы, Окон столовой застыл в напряжении малыш, Укутанный в тряпки, Доверчиво носом к стеклу. Едва не касаясь, Он ждет тут у входа, В углу. Алешей назвали. С рождения желали любви. Но только не стало ее Из-за клятой войны. Пока не забьет метроном, Он стоит у окна. Ему даже крошки случайной Будет сполна. В ладони он спрячет Подаренный жизнью кусок И в холод квартиры идет, Уж не чувствуя ног. Туда, где нет света, Буржуйка стоит без окня, Торопится Леша, Заветную крошку храня, Ведь там, на разбитой кровати, Под пледом лежат Родители Леши. И долго, Так долго молчат. Он крошки несет, Как лекарство, Сжимая в кулак. И кто бы сказал, Что родители вовсе не спят. Игра. В районе Соснового Бора Играть интереснее всего. Тут бои шли, Немцы напирали, И наши их били, Кулаком, Штыком, Гранатой, Кто чем мог. И мертвых местами Тут же хоронили. Так и представить недолго, Что в игрушечном бою Рядом с Петькой И Стасом Беленко Вырастают плечом к плечу Советские воины. И кто-то подыгрывает им, Беззвучно крича, Ура! А иные стоят в сторонке, Набивая призрачным табаком Махорку. И наблюдают, Как Илья с Никиткой К земле прижимаются, Изображая стрельбу По противнику. Наверное, Все дети играли В войну против фашистов, А до того против немцев И австрийцев Первой мировой. А до того против Войск Наполеона Это щемящее чувство. Представить себя героем, Ощущать чем-то большим, Чем Ваня или Надя. Нет, Больше ты не обычный ребенок, Ты воин, Защитник Родины. Петька со Стасом Во время игры Всегда говорят, Что их дед В пехоте служил, Войну прошел И награды имел. Илья про дядю летчика Рассказывал, Никитка про бабушку, Машинистку Военного эшелона. А если на Пайляне Появлялся младший Алеша Крупин Из крайнего дома Под зеленой крышей, Ему доставалась Роль врага. Противника мальчик Быть не хотел, Но и аргумента Вроде родственников Участников войны У него не было. В поселке все знали, Что кто такой Был Федор Крупин, Который на войну ушел, Да и пропал без вести. И шептали по дурости, Что он сам В плен сдался Или перебежал. Бабка Алешина Документы, Как немцы пришли, Все сожгла. Так и пропал след, Не осталось ничего. Мальчишки принесли С собой струганные палки, Воображаемые автоматы. А Стасик с Петькой По дороге набрали камней, Гранат. Алешка тоже пришел. И снова ему Фрицам быть выходит. Он разозлился, Покраснел, Даже сквозь светлую челку Был виден розовый лоб. Не буду фашистом, Не хочу. Да я, может, Герой. И почище вашего. Вы только своими предками Хвастаться гораздо. Вот только они не вы. Может, вы первые Побежали бы. А я бы остался И всех победил. Ой, победил он. Сгримасничал Никитка. Да самый побежал бы. Так что одни пятки сверкали. Подхватил Стасик Беленко. Не побежал бы, Горячился Алеша. А че спорить? Выдал самый старший. Петька. На той стороне оврага В чаще минное поле было. Старшие сказывали, Что сколько не разбирали, А все же остались снаряды. Так вот и предлагаю проверить, Трустый или нет. Пройдись по полю, Коля не шутишь. Тогда быть тебе Вечным командиром. Алеша вздрогнул. Мина. Шутка ли? Идти туда, где так страшно. О, боится. Сейчас к мамке побежит. Опять начал гримасничать Никитка. И закатил бледно-зеленые глаза К переносице. Трус, цыпленочек, девчонка, Дразнили Илья и Стасик. Петька молчал, Только усмехался. Ладно, Выпылил Алеша. И чтобы не передумать, Тут же развернулся И пошел в нужную сторону. Только как вернусь, Буду командиром. Понятно? Зуб даю. Подсмотренным в кино движением Цыкнул по зубу Петька. Остальные смолкли, Но пошли за младшим. Посмотреть, Как он преодолеет поле, Уж очень хотелось. На краю оврага Алеша остановился. Замерли остальные. Мы дальше не пойдем, Завел Петька. Здесь подождем. Если ты не передумал, С особой интонацией, Сказал он, Не передумал. Дернул плечом Алешка. Я не трус. И стал подниматься по краю. Сделать это было достаточно просто. Природная лестница была достаточно широкая И удобная для маленьких ступней. Как будто ждала его, Алешку, С его подвигом. Вот и поле. Алеша медленно вздохнул, Еще раз обернулся к ребятам, Кивнул им И смело шагнул вперед. Идти было страшно. Один шаг, Второй. Он до боли в глазах Всматривался в траву В надежде заметить опасность. Но ничего не было. И шаг следовал за шагом. Внутренняя пружина Постепенно разжималась. Страх отступал. Он уже почти на конце поляны. Еще чуть-чуть. Прошел. Он, Алешка, Прошел. И теперь его никогда Не назовут трусом. Как же здорово. Эй-эй, ребята, Крикнул мальчишкам весело. Я прошел, справился. Поднимайтесь. Вскоре показалась Выцветшая макушка Никитки. Следом Илья, А потом и Беленко. И правда прошел, Присвистнул Петька. Ну что, командир, Поздравляю. Храбрец. Ура, Алешки, Подохнули Илья и Стасик. Велика храбрость По полю пройти. Вдруг выдал Никитка. Нет тут ничего. Ты, Петька, Наверное, что-то перепутал. Обычная лужайка. А то брехал тут Проминное поле. А и нет его. Тут оно кому сказано От Брилова старшая Из мальчишек. В поселке так говорят. А люди просто так Болтать не станут. Ой, люди на блюде. Гремасничал Никитка. У них и домовые водятся. Слушай больше. Я сейчас сам пройду И ничегошеньки не будет. Потому что тут нет Никаких мин. Он резко припустил С места Так, что Петька Не успел поймать За шиворот. Хоть и пытался. А Алешка На другой стороне Замахал руками. Осторожно. Не надо. На что Никитка Показал язык И пошел дальше. Будто и не заметил Криков ребят. Он прошел Уже две трети пути. Ну и Нет тут ничего. Говорил же. Последняя фраза Потонула в грохоте И взвившейся земле. Раздался взрыв. Наша история Наша литература Это наследие Созидающее Наши души. Они дают нам Пищу для ума Служат источниками Вдохновения Для новых поколений. Поэтому своим выступлением Я призываю вас Читать книги Любить свою историю. Не забывайте О чувстве юмора. Без него в любом веке Не прожить. Спасибо за внимание. Спасибо Дарье Ефремову За встречу. Молодого автора Действительно Искренне Интересует Взаимосвязь Прошлого И настоящего Темы войны И мира. Поэтому Нельзя без волнения Слушать ее Рассказы О войне. Мы желаем Дарье Успехов. Желаем Новых стихов И новых Рассказов. А главное Чтобы творчество Творческий источник В сердце Всегда Был. Дай Бог Всего самого Доброго Благодарим Дорогих Наших Слушателей За внимание И До новых Встреч Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров